Ремонт станции скорой помощи завершился в Люберцах. Работы выполнили за два месяца. Уже в декабре весь медицинский персонал вернется в привычное для них помещение. Готовое учреждение проспектировал лично глава округа Владимир Ружицкий. Здесь все еще пахнет краской, а обычно многолюдные кабинеты пока пусты. Заменили все, начиная от окон и дверей и заканчивая внутренними инженерными сетями. Финальным этапом стал косметический ремонт первого и третьего этажей. Второй сделали два года назад. Нам выделены были средства в количестве 17 млн 314 тысяч на ремонты. У нас отремонтирована диспетчерская, ЦСО, комната амбулаторного приема, комната отдыха врачей и полностью административное помещение. Практически медицинских кабинетов нет, но на первом этаже есть центральная стерилизационная и кабинет амбулаторного приема, куда могут любые пациенты с любой просьбой прийти и получить квалифицированную медицинскую помощь. В рамках капитального ремонта в центральной станции скорой помощи полностью обновили приборы отопления, светильники и систему вентиляции. Всю эту работу строители выполнили в сжатые сроки. Управились за два месяца. Нужно создавать условия для медицинских работников, которые работают на скорой помощи и с мебелью и с оборудованием. Тоже мы в ближайшее время разберемся и насытим эти помещения. Что касается медицинского оборудования, которое касается медицинской скорой помощи, здесь все имеется. Для персонала где-то столы, где-то кресла, стулья. Это в ближайшее время будет приобретено. И уже в этом месяце весь медперсонал вернется в привычное для них помещение. В этом году, как и планировалось, в городском округе ремонт медучреждений прошел на семи объектах. Остальные семь планируется сделать в 2018 году. Напомню, эта работа проводится полностью на средства регионального бюджета в рамках государственной программы здравоохранения Подмосковья. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.